Я понял, что до сих пор я не катался на уфроводе на УАЗе, я не знаю, как он себя там ведет. Это 100% гидроудар, даже тасолом пахнет. Но мы должны проехать этот брод, меня не волнует как, любой ценой. Мы сейчас чинимся и возвращаемся сюда. Это же у вас. Ну что там, что там, что там, что там, что там. Что там, давайте кто-нибудь до нулячее всего. Как нет четвертого? Может и сюда? Да может никто не сюда. Прокладки на четвертом вообще нет. Так вот ее и выдало. Серьезно? Слушай, ну прокладку хорошо вообще, да? Смотри, как нажористая. Отлично. Просто это то, как что я загадывал. Что мы просто снимаем башку, видим прокладку, меняем ее. И наваливаем в центре. Опять-таки Италия. По-моему. И сразу же в акцентр, то есть мне нравится, да? Вот так происходит дефектовка. Снята башка, дефектовали. Опа, Евгений. Все сразу же. Не желаете ли прокладочку? Господа. А, кстати, учитывая специфику предприятия и вот этот логотип с гранатой, я все-таки вот так буду стоять. Итак, рубрика «Что-то пошло не так». Это спойлер. Да ладно. Как новый? Никаких посторонних звуков. Вообще ни одного. Ощущение с том, что стучит-то не четвертый. А стучит, по-моему, или первый, или второй. Просто булочка. Булочка. Не, давай на лоха скажем. Это гидрокомпенсатор, и еще масло не прокачалось, да? Все, можно ехать. Поезди пока пару дней. Не, да, покрасим серебрянкой, и еще походит. О, смотри, вообще тихо стало. Да, все. Короче, я поехал на холостых, я понял. Не сучим, то я не колбасил. Точно, колбасили не сучим. Сегодня происходит весьма интересное мероприятие. Понимаете, каждому джиперу этот звук очень хорошо знаком, и он означает, что впереди будет самое интересное. Дело в том, что то, что мы хотим сегодня реализовать, в жизни очень сложно. Никто не даст вам свою машину, чтобы вы вот так на ней поездили. Ни у кого из нас нет практически такой машины, чтобы вот так на ней поездить. Поэтому только для того, чтобы осуществить в своей жизни один сегодняшний день, придется или купить себе машину, или взять ее у друга, и потом у него ее опять же себе купить, потому что вряд ли она выживет. Сегодня я и большинство из всех присутствующих капитально готовы выключить мозг и хорошенько отдохнуть просто за все года, проведенные в офисе, на стуле, или в попытках построить наконец-то это чудовище. Ну и поскольку к нам в гости приехал Сашенька Царев, он ехал аж из Москвы, из Москвы на грязевой резине, бы ехать ему вообще нереально. Ну, просто это очень больно и долго, и шумно. Саша, естественно, приехал на шоссейке, вы посмотрите. Но я по старой памяти, поскольку Саня в свое время нас очень выручил с дисками на рейнджа, у нас просто не было денег, я решил Саню выручить в ответ. И я подарю ему цепи-браслеты, которые он сейчас, собственно, наденет на колеса себе и станет немножечко более проходимой, ну, хотя бы будет соответствовать уровню мероприятия. Короче, это теперь твое. Так, это что у нас такое? Это цепи-браслеток. Все уже твое в сборе, на самом деле не так дорого, кстати, забросишь багажник всегда, и... Ну, хоть ты сегодня что-то сможешь поесть. Слушай, ну, если честно, блин, я мчал к тебе, поскольку я понял, что будет... А, о, слушай, а тут и перчатки. Уже с перчатками. То есть это полная к тебе, по идее, кроме этого больше ничего не надо, я 16 штук взял сразу. Как думаешь, по-твоему, он мне добавит эту проходимость? Ну, по сравнению с этой резиной, ты станешь просто богом бездорожья. Поверь, по моему собственному опыту я на таких браслетах уже гоняю, но это будет круто. А так, да блин, все просто, на самом деле. Давай. Слушай, интересно, а так вот они же для зиму в основном считаются, да? Они как раз для грязи, Сань, рулят чуть ли не круче, чем для снега. Цепей всего у тебя 16, по 4 на колесо. 4 колеса же. Я имел в виду вот, по одной, здесь две цепи. А, да. Две, две. Ну все, и вот у тебя, по идее, есть такая штука. Блин, главное лишь бы не замотал. Это, короче, не самое злое решение, но против протекторов 2 миллиметра, это, короче, варь. И у нас есть еще такая фишка, очень интересная сегодня. Зарубежные бракоделы, которые только-только завелись на заставской в виде хаммера H1, решили что-то вдруг бросить, вызов отечественному производителю. УАЗик это такая банда, понимаете, всегда можно позвать нестокового друга, который натянет все эти хаммеры при желании очень легко. Но даже если нам не поможет наш нестоковый друг, мы позвали на помощь отечественные вооруженные силы. Ну и пока остальные ребята еще готовятся, меня ожидает последняя стадия. Дело в том, что, ну так получилось, я здесь единственный, кто без шноркеля. Это нужно срочно исправлять. Я не спал три ночи, я все придумал. Костику дали инструмент. Сейчас начнется треш. Больше на серединку. Готовы? Повеселее, Сочи. Ну все, там где-то есть, но это, короче, нормально. Вот теперь нормально, все, валим. Поскольку в этот раз мы решили ураганить чисто по бродам, то есть не будет глины, не будет какой-то жесткой геометрии, мы едем топиться. Соответственно, первое же препятствие, которое мы берем, это съезд с высокой горки, практически под 45 градусов мордой в воду и проехать как бы небольшую ямку. Но сверху все кажется довольно легко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я проехал. Главное, мотор завелся, когда мы в озере стояли, и вообще все было охрененно. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотри, смотри, смотри. Это бенз. Да, причем по-жесткому. То ли бак пробили, то ли трубку, короче. Гараж 13, мать твою. Рейку не прикрутили топливную. Ты что там, а? Я к тебе приеду завтра. Кабсда твоя гараж 13. Это болт, который крепит рейку. Это болт, который крепит рейку. Почему он у меня в руке, а? А вот в этом месте сработал простой психологический прием. Ты вот так вот, сейчас сделаем. Ты вот так вот входишь в кадр и говоришь так, чтобы все слышали. Интересно, а реально ли переехать это озеро? И уже через минуту начинается... Белки! Это вполне неноценная котлета, подготовленная гонка. Да, здесь, мне кажется, хаммер не пойдет. Мы можем его оставить аккуратно. Ты смотри, смотри, смотри. Почему мы их позвали? Потому что они зажигаются. Я бы сказал, пока. Ух, волна, волна. Не, не, надо было нагазуете. Что за ним там? Давай. Нет, нет, нет. Пора. Нет, нет, нет. Что за ним там? Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Полная жопа! Добавил DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, 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 вот из-за прыжков Опять рулевой редуктор, да, машинка Как обычно Да Да ладно, он и отсюда не уедет сам Ну, надежда была до последнего на самом деле Но он так прыгал мордой В момент, когда на землю приземляется Там, конечно, абзац нагрузки А, да, да Субтитры делал DimaTorzok Самый жир, я починился при помощи березоньки У нас есть шноркель, мы до сих пор не утонули Тачка на ходу, наступает реванш Тот самый брод, на который мы в прошлый раз упороли мотор А теперь упорим не только мы, видимо, кстати Но мне кажется, в этот раз уже все пойдет гладко Но, блин, если он сейчас не выйдет Это будет бесилово Ну, все Поехали! 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 Ооо. Ха! Ну что ты скажешь, как тебе с погруженицем? Вообще. Холодно. Слушай, ты вообще просто уже сильный, просто к тому же. Просто. Нафиг, Костяна! Просто трещу! И я пойду погуляем. Взывайди, взывайди! Че заводи-то с ума сочи? Субтитры делал DimaTorzok Давай теперь во всем меня обвинять Да, да, да Я не совершил ни единой ошибки Если бы ты не выпрыгнул, мы бы выехали Ты бы видел свои глаза, которые заполнили УАЗ Да ты первый застал, дверь открыл, чтобы меня Я открыл дверь, чтобы ответиться А я ее за что держал, а? Да пошел ты И вообще дверь открыл, чтобы ты мог выбежать У меня была своя дверь Только я решал, когда мне выходить Чтоб свою не выпрыгнул Воды не было, да? Да, не было Первый, четвертый фантаз Капот закрой Не, это неинтересно Не, ну чтобы развеять миф о том, что пробивают Завелся Балтык Да идеально Просто идеально Вася Вот это я называю бессмертный УАЗ Именно так мы назовем эту серию Бессмертный УАЗик Но он реально бессмертный И сейчас я сам моим кодом поеду домой Короче, подвела резину Но шноркинг затащил И теперь вы понимаете, что просто берете стоковый УАЗ Сколько на шноркинг мы потратили? 300 рублей Что-то такое 286 Техническую трубу и стоковый УАЗ И все Ему просто насрать Он вечный Смотри, тише стал еще Как обороты Он уже прогревал Прогревочные обороты были Как же тут грязно Я считаю, что, господа Надо отдать должное УАЗу просто Отлично Это невероятная какая-то херня Я впечатлен, да Я очень впечатлен Сейчас Никитич там загнет клапана в итоге Вороты ровные Все, поехали дальше Да, ели Еще разик, ребята Все Слушайте, какой прекрасный денечек Меня караулит Менингит Всех караулит хорошее настроение Мы утопили хреном в тучу Тачек Все зашибись Но на самом деле Что я понял Что когда вода подходит к шарам Это не время паниковать И так? Да, именно Когда вода подходит к шарам Все равно нужно дальше Крутить головой по зеркалам Все равно нужно смотреть Куда едешь Я от себя, честно говоря Выражаю огромное Что, они сломались, что ли? Я выражаю огромное Благодарность Тилкину Из Black & White Customs Который предоставил Себя В первую очередь Потому что он самый отмороженный Из всех нас И свой потрясающий Хаммер H1 Ребят из компании RedBTR Которые подвезли нам Котлету УАЗика И которые подвезли нам БРДМ Который сегодня в итоге Всех и спас И который на самом деле Мог плавать Я благодарю Костюню Осiau Которые подвезли Ну, все Электарные подвезли всем удачи. Это был последний оффроуд для этого УАЗика. Дальше для него начнется совсем другая жизнь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok